Доброе время суток, друзья! С вами снова Медикал Фитнес и я, его ведущий, Кравцев Сергей. Сегодня мы узнаем, как лечить сколиоз грудного отдела спины. Чтобы излечить сколиоз, мы должны выявить отстающие мышцы грудного отдела спины. Сделать это нужно, используя визуальные и пальпаторные методики осмотра пациента. Вот мы видим примерную картину спины. Справа у нас синим помечен гипертонус мышц, слева – гипотонус. Там, где расположен гипотонус мышц, мышцы более слабые и отстающие. Именно их мы сегодня будем тренировать. Суть всех наших упражнений сегодня в том, что мы будем прокачивать только одну отстающую сторону спины. Там, где у вас гипотонус, проще говоря, там, где ваши мышцы меньше всего разные. На видео я как раз демонстрирую одно из таких упражнений. Правая рука максимально вытянута вперед, чтобы растянуть широчайшую мышцу спины. Левая вытянута назад, что создает максимальную статическую нагрузку широчайшей мышцы спины. А также в левом повстошном квадранте. Следующее упражнение – так называемая циркада плеча. Здесь задействуется вся левая половина отстающих мышц грудного отдела, что позволяет максимально включить их в работу, тем самым вернуть естественную тонизию всех мышц грудного отдела спины. Далее мы рассмотрим ту же циркаду на примере работы в кроссовере. В первую очередь это простейшая тяга блока на вытянутой руке, позволяющая максимально прогрузить передний пучок дельтаридной мышцы. Это бывает остро необходимым, так как асимметрия в сколиозе, как правило, затрагивает не только мышцы спины, но и всю поверхность плечевого пояса больного. Но, оговорюсь заранее, что перед выполнением данного упражнения нужно быть строго уверенным, что данная асимметрия у вас имеется. И, пожалуй, самое эффективное упражнение для устранения сколиоза – тяга блока в сторону на прямой руке. Данное упражнение позволяет включить в работу весь мышечный массив отстающей стороны спины, что позволяет наиболее скорым образом исправить перекосы в работе с базовыми упражнениями, такие как подтягивания и любые тяги, рассчитанные на синетричную работу левой и правой стороны спины. Тяга блока в сторону с легким скручиванием корпуса позволит не только проработать отстающий массив широчайшей мышцы, но и проработать отстающий массив мышц поясничного отдела спины. Хотелось бы оговориться, что все упражнения, выполненные в кроссовере, не стоит выполнять с тяжелым грузом, и в каких-либо других тренажерах вы избежали избыточной осевой нагрузки и последующей травматизации работающих суставов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова